Можно, конечно, сделать авиацию, но сейчас здесь мало, что видно. Где было изначально? Здесь, в этой области. Там, где было авиацию. Давайте сейчас сделаем, как растеряем, как вы видите, как из мотора. Все уже. Добавляем. 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 Мы сейчас представим клиническое наблюдение пациенту, который сейчас идет в демастрацию. Добавляем. 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 20 мг в сутки, и при контрольном исследовании через 5 месяцев эрозивные изменения уже не выделялись, на фоне терапии произошла полная эффектролизация эрозии. При эндоскопическом исследовании через 2 года у пациента не было изменений в формуле веществодобар C11-PM11, однако был выявлен патологический участок типа 2А-2С, размером 4 мм, в сегменте пищеводобарда на уровне 34 см от резцом, предположительная эрозия, аксиальная кардиофундантность ружья пищеводного отверстия биопрактная, чапритопийца, лидерического орбитерия, верхний третий пищеводок. При гистологическом исследовании краев выявленного патологического участка был поставлен диагноз пищеводобарда с фокусом дисплазии низкой степени и эрозия с дистриторией оболожки. К плану лечения во время живой демонстрации дископической резекции наличие видимого патологического участка и аплиоцией сегмента пищеводобарда, целью демонстрации является обсуждение тактики введения пациента с пищеводобарда на примере данного клинического случая. Шван говорит, сонный можно? Сергей Владимирович, мы вас видим, не слышим и пациенту доложили, хотим услышать ваше соображение этой диагностики. Мы готовы начинать. Уважаемые участники, и снова здравствуйте. У нас достаточно молодой человек, и у него пищеводобарда здесь очень длинно секунды. Здесь мы видим верхний пищеводобарда. И здесь небольшое. Здесь начинается у нас барет и продолжается попробовать зайти сантиметр. Если вы помните правскую косметику, то вы видите, что самый длинный язык пищеводобарда, он здесь, однако пищеводобарда по окружности начинается по свету. И я тогда его увидел. Значит, идем вниз, минуточка. И здесь, это нижняя страница барыка. И здесь, когда заканчивается желающий слайд. Значит, получается, отмена у нас 35 минут. То есть церковь барыка у нас начинается на 20-30, а чем у нас на 20-30. То есть максимальная длина 15, однако для молодого человека с таким строением тела его кондекция. Сложный слайд должен быть, конечно, не по 35 и ответить на 40-41. Значит, мы идем чуть-чуть вниз и мы видим, что у нас идет сужение. Видим, как дышит пациент. Это на 40 сантиметров. Это значит, что 5 сантиметров животных у нас ушли дальше. И это и есть объяснение, почему у нас настолько широкий и с настолько большой диапазмой пищевод. Если грыжи, пищевод поднялся, ему не хватает места, поэтому он расширился и такое впечатление, что он включен. И там всегда присутствует определенное количество длины. Это означает, что у пациентов постоянно верно. что у нас есть. Как в предыдущем случае. Но в этом случае это не желт, это кислот. И прежде чем мы принимаем геропитетическое решение, мы должны понимать, вне зависимости от того, что он сделан без медики, мы должны помнить, что после этого не могут быть проблемы с заболеванием. Потому что у него очень большая грыжа и очень большая агентация. В таких случаях пациенты получают в течение терапии очень большую дозу и подкастов. Или если возникает проблема с заживлением, тогда до завершения лечения нужно будет с пациентом обсуждать невозможные хирургические упражнения. То есть в верхней части парэта, в данном случае, дискотическое лечение не представляет каких-то вот трудностей. Однако в кислотной неврузках, в нижней части парэта отличностно. Итак, у этого пациента мы уже видели дисклазию в низкой степени, которая была подтверждена в оплате. Теперь давайте посмотрим, где она может наступить. Смотрим опять на циферблат парэта. Выделяем там позиции с 12 часов до 3 часов. И смотрим на эту часть, которую будет везде. Здесь все неплохо. Однако, профессор Кашин меня уже рассказал, что здесь, по-моему, биопсию брали, что именно здесь была пораженная оплачь. Сейчас давайте посмотрим оплачь. Я сейчас пойду вверх очень медленно и сделаю вам максимальный рейк. Для того, чтобы использовать возможности контрастирования по максимуму, я сейчас вам покажу, как без спай-контектора использовать контрастирования по максимуму. Я хочу просто сейчас продемонстрировать, что это возможно и без использования спай-контектора. Сейчас сначала аспирируем воздух из пищевода. Вводим все из шпыльца. Второе раз нажимаем. И потом снова аспирируем. Сейчас введенное содержимое будет аспирироваться в пасте терна. И таким образом контрастирование будет очень равномерным по всей поверхности пищевода. Вы уже, наверное, увидели. Эффект ацетобила выпускает. Здесь, здесь, наверное, правильный аспирир. То есть очень хорошая получилась аспирир. Извините, но я должен проверить. Я не знаю. Вы видите маленькие пластиклеточные аспирир. Это после ТЛТ. А почему у него хорошие пластиклеточные эпитеты? Потому что он принимал гидрофортов. Теперь, после обрабонки фуксусной кислотой, как раз идут те участки, где была эпция. Апция была радионизирована или целенаправлена? У нас были определенные подозрения, поэтому целенаправленные радиации, а потом все, что выше, шли последовательные подозрения. То есть, вы видите, здесь пока подозрений нет, и маленькие безвязнение могут быть как раз с результатами. Профессор Бит уже говорил, что диагноз дисплазирующей степени может перепутать и с воспалительными процессами. В данном случае, я думаю, что довольно сложно принять решение с подверженной продляцией трейс-барок сплошек. Потому что у нас есть только одна биоактива. Через 6 месяцев вторую биоактивную не брали. По дозвонородным рекомендациям, с таким и через 6 месяцев взять биопсию повторно, и если диагноз дисплазирующей степени повторяется, тогда только рекомендуется обряд. У данного пациента такое решение особенно важно, поскольку если мы приняли решение на абляцию, то у него из-за большой грыжи могут быть потом проблемы с заживлением после грыжи. И если по этому пациенту сейчас необходимо принимать окончательные решения, тогда можно обсудить следующий вариант. Делать в этой области энцискотические результаты. Для того, чтобы окончательно изучить результат. И на основе изучения результатов уже определиться со стратегией медицинской цены. Это первый вариант. И второй вариант, это всё-таки взять биопсию. Это вариант более безопасный. И у нас, видите, всё как прекрасно выглядит. Никаких, ни патологических сосудов нет. Ничего. У нас, фактически, нет видимых патологических участков. То есть, нет никаких признаков ни дисплазии, ни миоплазии. Может быть. Сейчас было бы безопаснее идти по европейским рекомендациям. То есть, взять в этой области вторую биопсию. И после этого, попросить профессора и так нам посодействовать в этом случае. Мы сделаем сканы, сделаем срезы. Екатерина отправить ему результаты предыдущей биопсии и этой биопсии. И, таким образом, мы получим второе мнение действительно серьёзного эксперта. И на его основе можем решить, что делать дальше. Вот посмотрите. Мы согласны. Хорошая личничная структура. Здесь небольшие изменения есть, поэтому мы в этих двух местах возьмём подверстие. И ничего в этом случае не теряем. Даже если мы подтвердим LGD, мы можем дальше принять решение на инзекцию. Если ничего не подтвердим, тогда снова активное наблюдение. Эксперты в аудитории согласны с вашим решением? Поэтому сейчас лучше всё-таки просто взять биопсию. Ещё один аспект заключается в том, что в таких случаях обязательно нужно смотреть ретрофлексик. Можете спросить, у Хенрика вообще на тексте ведения этого пациента он должен быть на индивидорах протонной помпы. Как долго? Когда проконсультировать хирургу с учётом вашу аксиальную жизнь? Нужно ли делать фондопликацию? Как таких пациентов у них в клинике ведут? У нас есть вопрос. С учётом размера грыжи, очень маловероятно, что у пациента не наступило бы воздушных изменений, если бы он не был на LGD. Но можно это обсуждать? Большинство экспертов назначили бы и попадали. Вопрос о том, когда он проконсультирует с хирургом этого пациента. Мы знаем, что в Европе в принципе ведут на индивидор протонной помпы большинство пациентов. Но в некоторых случаях, к счастью, реже, чем в России, зовут хирургом. Вот какие это случаи, когда они призывают хирург для того, чтобы он помог? И где предпризнаки того, что консервативная терапия может быть неэффективна? Или хирургом? А после консервативной терапии? Хорошо. Сейчас, секундочку, подождите, пожалуйста. Мы пока не можем ответить на вопрос. Мы сейчас прилаживаем дистальный колпачок для ретрофлекции. Это самое время. Это же механический процесс. И мне тело пациент. Мы знаем, что в Европе мы знаем, что иногда, даже если ППИ является опцией, то пациенты консультированы. И вы думаете, что эти случаи должны быть неэффективны? И в этом случае, вы посетите с артистом хирургом? Если пациенту ИПП не поможет, то я рекомендовал бы в данном случае действительно опцией с артистом хирургом. Тогда пока не забыл второй вопрос. А как мы можем оценить эффективность? Сейчас, мы еще не ответили на первое. Прошу прощения. Но если у нас персистирует рефлекс, даже вне зависимости от приема ИПП или на очень высоких дозах ИПП, тогда я считаю, что в данном случае нужно переключаться на КЛП. Как доказать персистирующий рефлекс? И если еще, простите, мы еще не ответили на вопрос, и если еще выяснится после эндостопического лечения, что у пациента не заживает повреждение после абляции, то после фундаппликации нужно будет отдельно заняться кардией, потому что ее состояние после процедуры может быть очень плохим, она может быть очень низкая. Должны мы делать импедасиметрию или парашиметрию для того, чтобы доказать персистирующий рефлекс? Is pH study necessary in order to prove persisting рефлекс? Действительно, хорошо знать это на предмет того, можем не сократить дозы ИПП. Кстати, какие дозы они считают теоретически? And by the way, which dose of EPI is appropriate in this case? And for how long it should be administered? Начальная дозировка этого пациента должна быть, по-моему, между 40 и 80 миллиграммами, на настоящий момент у него 68. Сколько раз в день? Это уже достаточно большая доза. Однократно ее разделять надо в течение дня. Молодые пациенты не любят принимать такую дозу. Если импедасимы после эндоскопии, в течение 3 недель — три раза в сутки. И затем сокращение до одного приема в сутки, если одного приема в сутки недостаточно, до двух приемов в сутки. А как нам будет достаточность определять, если мы не делаем по шметарию, по клиническим проявлениям? And if we don't measure pH, how do we understand whether the dose is adequate or too high? Just looking at the clinical picture? По клинической картине, если пациент у меня находится на наблюдении, я регулярно делаю его эндиостопию, и если вижу, что после того, как мы перешли с трехразового приема на одноразовый, у него развивается воспаление, то тогда я вижу, что нужно поднимать две патрики. Спасибо. Какой процент людей? Ну, ахметрию можно сделать у некоторых пациентов, если у них до сих пор сохраняются жалобы на возможный воспалительный процесс. Но вы воспалительный процесс визуально подвергнули. Считает ли профессор Манер... Но, на самом деле, по моему опыту, пациенты с Барреттом, они, как правило, жалобы такими не относятся. Считает ли профессор фондупликацию канцеропрезентивным мероприятием? Is фондупликация a good cancer prevention? Is фондупликация a good cancer prevention? Не сказал бы, что доказательства по этому поводу есть хорошие. А сколько лет мы можем безопасно назначать человеку ингибитор парадонной бомбы? Прошу прощения, мы еще не ответили на вопрос. Но поскольку риск озлокачествления у вас очень низкий, то, в принципе, мне даже сложно представить условия, которые должны быть для того, чтобы сделать нормальное, статистически значимое исследование таким образом, чтобы доказать. А на чем основано убеждение о том, что риск низкий? Я же отвечаю на вопрос. Иногда есть пациенты, которые остаются на высокодозированном ИПП в течение нескольких лет. Сколько? 10-20? Сказал, 10-20? Да, 10-20. Как быть с тем, что при приеме... Можно, если у вас в течение очень долгого времени 2-3 раза в день приема ИПП, можно обсуждать фондупликацию. Но если это однократный прием, то я бы этого делал не сам. А как себя вести, когда у нас смешанный рефлекс или, преимущественно, желчный? ИПП это всегда начало терапии. Если сохраняется воспаление, то мы к ИПП добавляем... Если фондупликацию нужно делать по медицинским показаниям, и у человека есть еще два раза с дисплазией и требуется эндоскопическое лечение. Что первичное? Хирургический этап или эндоскопический? Итак, если у вас есть все медицинские показания для фондупликации, и в то же время у вас есть паразит с дисплазией, это показание для эндоскопического лечения. Какой лечения принимает преимущество? Церковый лечения или эндоскопический лечения? Сначала эндоскопическое лечение, и причем вы стараетесь резекцией удалить как можно больше за один сеанс. Можно вырезать всю меоплазию резекцией, затем сделать фондупликацию и после этого сделать операцию. из пост профессора ВИД мы слышали о том, что низкая степень выраженности материальной дисплазии не означает низкий риск злокастной трансформации. И против 2-3% нам предоставили цифры, до 47, насколько я помню, из доклада. Так вот, на каком основании, имея свидетельство наличия здесь слабой эпидемиальной дисплазии, риск развития РАД оценивается как низкий? Фактически получается по тем данным, которые мы услышали, 50 на 50. Это не низкий риск. Вас не слышим. Следующий вопрос. Сергей Владимирович, предлагаю перенести этот вопрос для дискуссии в аудиторию, когда профессор вернулся, потому что этот вопрос важный и здесь важно выслушать несколько минут. Хорошо. Поэтому пациенты, я так понимаю, у нас в аудитории нет проблем. Мы уже все решили, что надо делать биопсию, потом смотреть первичную биопсию и результаты. Поэтому, в принципе, мы, наверное, ждем профессоров здесь для обсуждения. А есть кто-то вопрос? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!